Диана Шилова Диана Шилова В Казани прошла волна эвакуации. На данный момент известно о лжиминировании всех министерств, госсовета, кабинета министров Республики Татарстан, исполкома города, множество школ и вузов в нескольких районах Казани. Сообщают новостные порталы города. Также стало известно, что поводом для прошедшего послужил поступивший анонимный звонок. Аноним сообщил о заложенном взрывном устройстве. Заранее об учениях никто не предупреждал. Волна эвакуации также прошла в Казанском университете. За считанные минуты были эвакуированы студенты со всех зданий КФУ. В течение дня здания вуза осматривали кинологи и сотрудники спецслужб. При этом тщательно проверяли запасные и пожарные выходы. Лжеминирование коснулось не только Казани. Например, накануне в Нижнем Новгороде экстренные службы эвакуировали общественные места, железнодорожные станции и аэропорт. Несмотря на то, что по всей стране проходит волна эвакуаций, ни одно из поступивших сообщений о заложенной бомбе не подтвердилось. Полицейские возбудили уголовное дело по факту ложного минирования. Третья российская конференция по медицинской химии подошла к своему завершению. Чем закончилась шестидневная программа конференции? Узнаете в следующем сюжете. 3 октября. День окончания Третьей российской конференции по медицинской химии Медхим России. В ее работе приняли участие более 300 ведущих российских разработчиков лекарств, специалистов по медицинской химии, ученых-исследователей и представителей фарм-бизнеса. Конференция прошла с участием Казанского федерального университета. И это не случайно, ведь КФУ усердно работает в направлении медицинской химии. Ректор Казанского федерального университета выступил с обращением к исследователям и партнерам конференции. Просил бы, если есть такая возможность, найти направление деятельности, которое бы способствовало включению институтов Академии наук в нашу образовательную среду и использовать, как мы обговаривали, тот потенциал материального оснащения наших лабораторий и кафедр для решения совместных задач. Следует отметить работу университета в рамках проекта «Фарма-2020». КФУ предпринимает серьезные системные усилия по созданию инновационных лекарственных средств и организации промышленного производства фармацевтических субстанций. В настоящий момент ведется успешная работа по ряду государственных контрактов в сфере разработки инновационных лекарств в рамках проекта «Фарма-2020». В ходе конференции были представлены разработки наших ученых. Они продемонстрировали потенциал медицинского сегмента казанской школы. На церемонии закрытия лучшие из заступавших были награждены дипломами. Конференция длилась шесть дней, и цель провести анализ последних исследований была выполнена. Артем Тупичкин, Роман Самарин, Универньюз. Ильшат Гафуров принял участие в совещании у вице-премьера России Аркадия Дворковича. Встреча была посвящена развитию системы присвоения ученых степеней ведущим университетом России. 2 октября Ильшат Гафуров принял участие в совещании под председательством вице-премьера России Аркадия Дворковича. С участием ректоров университета, включенных в состав участников эксперимента. Впервые о том, что университетам дадут право на самостоятельное присвоение ученых степеней, заговорили в 2013 году. В августе 2017 года, после нескольких ректоратов и консультаций с председателями диссертационных советов КФУ, было принято решение в проекте участвовать. Стоит отметить, что высшая аттестационная комиссия старается отстаивать за собой роль контролирующего органа. Главный вопрос, на который сейчас стараются дать ответ лучшему ума страны, как определять качество диссертационных работ и порядок их признания. После предоставленного права в университете будет разработано соответствующее положение, в котором детально пропишут, как защищать диссертацию и какие требования будут диссертационному совету. В целом, работа по приближению стандартов, принятых в России к международным, ведется активно. Федеральный закон вышел и постановление правительства принято. Для ведущих российских университетов, число которых вошло к КФУ, подобное право станет дополнительным рычагом для признания на международной арене. Диана Шилова, Универный Юс. Студентов Елабужского института КФУ посвятили в профессию учителя. Как прошла церемония, узнаешь в следующем сюжете. В Елабужском институте КФУ впервые состоялась церемония посвящения в профессию учитель. Студентов-первокурсников будущих коллег поприветствовал ректор Казанского университета Ильшат Гафоров. Профессия учителя – это основа всех иных профессий, поскольку именно к вам, когда вы получите дипломы, придете из стены школы, образовательных иных учреждений, люди передадут на воспитание, обучение и подготовку своих детей. Самое дорогое то, что имеется сегодня у человека. Добрые пожелания прозвучали от директора Елабужского института КФУ заслуженного учителя Республики Татарстан Елены Мирзон. Учитель – это не просто слово, это не просто профессия, это творить человеческих душ. И представляете, что все вышли, вы допускаетесь до этой удивительно сложной роли. На церемонии посвящения студенты вместе со школьниками выяснили, каким должен быть настоящий учитель – добрым, внимательным, ответственным. Секретами профессии поделились почетные гости церемонии. Заместитель председателя Государственного совета РФ Татьяна Ларионова, а также выпускница вуза, победителя республиканского конкурса «Классный руководитель года» Светлана Гурьянова и финалист филероссийского конкурса «Учитель года» Ландыш Гелязова. Хочется пожелать всем, кто уже учится на втором, третьем, последующих курсах, чтобы учеба приносила удовольствие и чувствовать себя востребованным в этой жизни уже сегодня. В финале церемонии прозвучал гимн учителю первокурсники Дали Клятву. Данное мероприятие породило во мне новые эмоции, новые чувства. Я понимаю, что я не зря выбрала эту профессию. И я думаю, что буду всю жизнь работать с учителем, потому что это одна из самых важных профессий. В этот день для первокурсников прошла лекция о профессиональном мастерстве педагога. Анна Глазунова, Валентина Безбрязова, Айдар Салихов, Универньюз. Хирурги в университетской клинике Казань столкнулись с пациентом, болеющим довольно редкой болезнью. Казалось бы, все начиналось обыденно. Мужчина просто обратился в больницу с жалобами на боли в пояснице. Но в этот же день был экстренно прооперирован. Что за страшная болезнь скрывалась за безобидными симптомами? И насколько сложной оказалась операция? Выясняла Адель Шамилова. В последние дни сентября в униклинике Казанского федерального состоялась уникальная операция. Теперь можно смело подвести ее итоги и зафиксировать последние результаты. А началось все с того, что в хирургическое отделение доставили пациента с жалобами на боли в пояснице. В ходе обследования была выявлена гигантская аневризма. Или простыми словами, расширение брюшной аорты с высоким риском разрыва, который сопровождается высокой летальностью. При такой патологии оперативное лечение было единственным способом спасти пациенту жизнь. Недолго думая, хирурги университетской клиники Казань применили уникальную методику во время проведения хирургического лечения пациента с гигантской аневризмой брюшной аорты. Она заключалась в использовании временного шунта на период ареста кровотока в нижней части тела. Особенность такова, что остановку кровотоков в теле можно производить только на небольшое количество времени. Это 20-30-40 минут, безопасно более-менее. А дальше это становится опасно в связи с тем, что накапливаются вещества, которые по сути начинают угнетать все функции. Для того, чтобы избежать губительного влияния остановки кровообращения при любой длительности пережатия, хирурги применили обходное кровообращение или, другими словами, временный шунт в нижней конечности и таз. Кровь забрали в шунт из подмышечной артерии, проверили снаружи тела и соединили с бедренными артериями, откуда и происходило питание артерий нижних конечностей и органов таза. Шунт – это обход, так сказать, пустить кровоток с верхней конечности в ноги с целью, так сказать, спокойно работать с этой невризмой, ну, что и было выполнено. Из подмышечной артерии мы, на медленной артерии, включили протезы с обеих сторон, с обеих ног и ноги. И в дальнейшем, во время пережатия аорты, удаление невризма, пришивание протеза, проведение его на бедра, регирование подвздошных артерий и так далее. После окончания операции признаков постшемической интактикации у больного не обнаружилось. Опасность данной операции – это высокая кровопотеря. Но благодаря усилиям врачей, часть крови пациента возвращалась обратно. Больной был выписан на седьмой день. Аделя Шамилова, Владислав Михневский, Универ Ньюс. Это были все новости на сегодня. Следите за нами в социальных сетях. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова